Сегодня понедельник. Я пишу эти слова в 5.43 утра, а это значит, что я проснулся и пишу сценарий уже 40 минут. Уже 10 дней я встаю ровно в 5 часов утра. Зачем? Узнаешь позже. Блин. Продолжение следует. Это оказалось сложнее, чем я думал. Да, в первый день я уснул. Я проспал еще 3 часа и проснулся от того, что кошка кусала мои волосы. Кто-то хочет кушать. Я тоже. Короче, сегодня у меня не особо получилось. Хорошее начало, но я что-нибудь придумаю. Надеюсь. Я придумал, но не сразу. В раннем подъеме нет никакого смысла, если ты не выспался. В этом я и допустил ошибку. Мало проснуться рано. Важно проснуться отдохнувшим, а для этого нужно спать как минимум 7 часов в сутки. Тот, кто спит меньше, рискует в будущем стать пациентом психиатра. Исследования показали, что не выспавшийся человек зачастую не способен различить эмоции собеседника. Любое взаимодействие воспринимает как угрозу и видит во всех врагов. Проще говоря, психуешь весь день. А еще в течение дня вас ожидает классическая сонливость, репродуктивность, сил на тренировке меньше, а реакция в КС замедляется до уровня новичка. А также риск переедания, ухудшение внешнего вида, ухудшение внимания, повышение риска подхватить простуду, риск получения микроповреждений мозга и повышения эмоциональности в худшую сторону. Короче, вплоть до преждевременной смерти. Короче, сейчас 9 часов вечера и у меня началось время полной энергической полноты. Что? Короче, я вообще не хочу спать. Мне, чтобы встать, мать его, в 5 утра завтра, мне нужно лечь буквально сейчас. Ну, максимум через час. А спать я не хочу в принципе. Поэтому я что подумал? Я вспомнил, что лучше всего я засыпаю под звуки дождя. Когда на улице ебашит ливень, и ты такой, ммм, по кайфу, гроза нам херачит в окно, капли. Мне пришла мысль, идея просто загуглить звуки дождя. И знаете, к чему я пришел? Оказывается, оказывается, существует куча приложений, куча приложений, которые предлагают включить кучу разных звуков, дабы уснуть. Какие-то гении это придумали. Допустим, вот одно из них, не буду говорить название, мне не платили. Например, дождь. К дождю мы добавим грозу. А? Крутяк? Еще добавим крышу, будто по крыше херачит, будто мы в доме своем, да? И в окна, чтобы херачили капельки. Это же логично, логично. Круто! Круто! Я надеюсь, это поможет мне заснуть. О, здесь можно поставить таймер, вот сам. Какие-то музыки. А, это неплохо. Короче, я спать. Субтитры сделал DimaTorzok Пока я медитировал, я, наверное, поспал. Но это было самое продуктивное утро за последние несколько месяцев. За 4 часа я сделал все, чтобы этот день считался удачным и полезным. Тут-то мой мозг и взорвался. Остальное время я делал ровным счетом нихрена. Бинал писюны, смотрел YouTube и играл. Я ведь уже сделал все, что планировал. Можно и отдохнуть? Часов так 11. Нахер я тогда встал так рано? Эта мысль была в моей голове еще дня 3. Понимаете, просто в доме нет такого количества нужной работы, чтобы заполнить все свое свободное время. Кстати, в один из этих дней мы запилили рум-тур. А, нет. Это в следующем видео. Кстати, вы заметили, что качество моего закадрового голоса в последних видосах стало немного лучше? Это потому, что я купил новый микрофон с Алиэкспресс. Но речь не о том, что я купил новый микрофон, а о том, что к нему в придачу мне прислали поп-фильтр, будто в подарок. Как я это сделал, сейчас расскажу. Кукусики. Покупки в интернете я делаю с помощью кэшбэк-сервиса SmartySales. Кэшбэк – это когда вы что-то покупаете в интернет-магазине, и вам возвращается часть денег. И эти возвращенные деньги вы также можете потратить, положить на телефон или что-либо докупить. К примеру, вы купили телефон, а на кэшбэк купили беспроводную зарядку, пару чехлов и, допустим, защитное стекло. Будто в подарок. Круто! Офигенно! Ссылка в описании. Что? А. Во. Сегодня понедельник. Я пишу эти слова в 5.43 утра, а это значит, что я проснулся и пишу сценарий уже 40 минут. Со звонком будильника я встал с кровати, потом направился в ванну, плеснул холодной водой на лицо, чтобы проснуться. После этого я принялся за сценарий для этого видео. Этот челлендж я устроил, потому что хотел привить себе привычку просыпаться рано, чтобы творить. 5 утра мирное время. Сознание свежее и отдохнувшее, и можно работать без перерыва. Дома все спят, не звонит телефон, никто не шумит. Я могу быть творческим и сосредоточенным, чего обычно не могу позволить себе днем, окруженный заботами и хлопотами. Я, наконец, починил свой джетлаг. И запросто встаю в 5 утра, а к 9 вечера готов увалиться, спать на полу. Всему виной вот эта доска. Скорее всего, а точнее по факту, это лучшее приобретение за последнее всю жизнь. Есть много что про нее рассказать, но самое крутое то, что теперь каждый вечер я записываю задачи на следующий день, продумывая каждое как отдельный квест, способный дать мне опыт и повысить левел. На самом деле, есть несколько крутых и реально рабочих плюшек, которые помогут вставать рано и не улететь спать обратно. Я сам ими воспользовался и сейчас вам расскажу. Во-первых, я начал оставлять телефон с будильником в другой части комнаты. Дабы когда он созвонит с утра, мне придется сделать как минимум 10 шагов, чтобы его выключить. Любые действия после пробуждения пробуждают организм еще больше, и я подумал, что такой длинный путь, возможно, мне поможет. Главное, не лечь обратно. Также, возле будильника я оставлял стакан с водой, чтобы запускать пищеварительную систему, ну и как дополнительное действие. После выпитой воды я отправлялся в ванную, дабы принять холодный душ. Когда-то я целый месяц принимал холодный душ. И я вам честно скажу, это самый лучший способ проснуться с утра. И не только с утра, бодрит просто нереально. Самое главное, что я сделал, это начал ложиться раньше, до 10 часов вечера. Хотя, удавалось это не всегда. Помимо всего прочего, есть то, без чего ваше утро никогда не будет продуктивным, даже если вы не ляжете спать. Что? В вашей голове должен быть четкий план вашего утра, чтобы вы проснулись и начали делать все по списку в вашей голове. Встать, почистить зубы, покушать, покакать и так далее и тому подобное. Это сократит вашу утреннюю рутину в разы и ваше утро не растянется на весь день. На самом деле, лично я всю жизнь вставал рано. Еще совсем мелким в садике, ровно в 6 часов утра я будто по щелчку взлетал с кровати и бежал к родителям смотреть мультики по ТВ-3. Далее школа вынуждала просыпаться рано, дабы прийти в нее к 8 часам. Универ так вообще бывало кидал в режим весна, к примеру, когда завтра последний срок сдавать чертеж или экзамен по физике. А вот подъемы в 5 утра я практиковал в своей жизни дважды. Съемка этого и этого видосов. Тогда я просыпался ровно в 5 часов утра и оба этих периода ассоциируются у меня с дикой продуктивностью. Этот период не исключение. Сказать, что я еб***ил, ничего не сказать. Я обожаю работать утром. В ранних подъемах есть некая магия, наполняющая тебя тонной силы и идей. Тот факт, что все спят в то время, как ты уже бодрствуешь и готов сделать максимум для достижения цели, заставляет чувствовать превосходство над всем остальным миром. Это офигенно. Также, когда в твоей голове каша, очень круто выходить в это время на улицу. На абсолютно пустую улицу, где из людей только бегуны, а машины встречаются невероятно редко. Подъем в 5 утра стал моим ключом к продуктивности. Прошло уже целых 30 дней и, если честно, я не собираюсь переставать вставать так рано. Вообще, я хотел провести этот челлендж только ради видео, но я и не думал, что он повлияет на меня настолько сильно. Вообще, все люди разные. Жаворонки, совы, долбанки. И у каждого из них есть свое идеальное время продуктивности. Кто-то, как я, обожает работать утром, кто-то не может до вечера сесть за работу. Но смысл не в том, во сколько ты встаешь. Смысл в том, что ты делаешь после того, как проснешься. Теряешь ли ты время на всякую бесполезную хрень или творишь, создавая что-то за рамками обычного. На этом все. Спасибо тебе за просмотр. Если тебе понравился ролик, то влепи лайк, подпишись на канал, кликни эту звенящую хрень и напиши комментарий. Я читаю все комменты и я обожаю их читать. Все. Всем удачи, всем пока. Когда выйдет следующий ролик, ты узнаешь в шапке канала. Субтитры сделал DimaTorzok